День физкультурника Отметили День улицы Крыжижановского Секреты мыльного мира Творческий мастер-класс прошел в Доме молодежи Про литературу, духовные беседы, прогноз погоды Как вы думаете, от чего человек получает самое большое количество позитивных эмоций? А мы точно знаем ответ на этот вопрос И это, конечно же, спорт День физкультурника 2024 Поехали! Электрогорск Очень спортивный город Не случайно День физкультурника здесь проходит ежегодно с особым размахом Традиционно стадион имени Роберта Эдуардовича Классона собрал на своей территории всех неравнодушных к здоровому образу жизни Открыл мероприятие торжественный парад, в котором приняли участие спортсмены, участники учреждений физической культуры и спорта, общественной спортивной организации Были представлены разные направления спорта Футбол, художественная гимнастика, фитнес, бокс, греко-римская борьба Главное, что все заряжены позитивом и бодры духом С приветственным словом к гостям праздника обратилась заместитель главы Павлова-Пасадского городского округа Нина Пастушенко Бодрое утро, уважаемые жители города Электрогорск Позвольте мне сегодня от имени главы Павлова-Пасадского городского округа Дениса Олеговича Семенова Поздравить вас с этим прекрасным праздником Пожелать вам новых спортивных побед, бодрости, духа и, конечно, отличного настроения С праздником! На церемонии награждения отметили большое количество людей, внесших особый личный вклад в развитие физкультуры и спорта В пропаганду здорового образа жизни И нам действительно есть чем гордиться Электрогорские спортсмены достойно представляют свой родной город на соревнованиях различного уровня Эти успехи не только результат большого труда самих спортсменов, но и их тренеров Большой вклад в достижения вносит спортивная общественность городского округа А главным примером для подрастающего поколения являются ветераны спорта Ветераны ветеранов города Электрогорска и Павлова-Пасада Поздравляем вас с праздником Дня физкультурника Всем пожелаем здоровья, успехов и чтобы равнялись на наших олимпийских чемпионов День физкультурника – главный праздник для каждого человека, что ставит здоровый образ жизни на первое место Все теплые слова и пожелания были адресованы именно этим людям Хотелось бы, конечно, пожелать спортивного долголетия, потому что спорт – это движение, это жизнь, это путь вперед, это самосовершенствование и развитие И пример в этом – это наши ветераны, которые, несмотря на возраст, еще активны, еще душой молоды Хотя, может быть, физически есть какие-то вещи, которые они не могут делать, что делали 20-15 лет назад Но вот та крепость духа, которая заложена спортом, она в них существует Вот это я хочу пожелать своим молодым коллегам, молодым спортсменам Много зрителей пришли понаблюдать, как проходят показательные выступления юных и талантливых спортсменов, воспитанников спортивных секций Кто такие спортсмены? Спортсмены – это самые целеустремленные и выносливые люди, которые служат примером для подражания И каждый из них с особым трепетом относится к своему виду спорта Я люблю волейбол за то, что это сплачивает коллектив и помогает думать в команде и работать в ней Я люблю футбол, и вот я увидел впервые по телевизору футбол, и мне вот очень захотелось также научиться играть, чтобы стать известным футболистом Для многих людей здоровый образ жизни – правила, которые они неустанно соблюдают Как известно, 2024 год объявлен президентом Годом Семьи, и нет ничего лучше, чем заниматься спортом вместе со своими близкими Также немаловажно с детства прививать любовь детям к здоровому образу жизни Самый главный для них пример – это, конечно же, родители Мы всей семьей постоянно, по нам же видно, что мы постоянно занимаемся спортом Поэтому самое главное в спорте – это регулярность занятий Ну, у нас достаточно в спортивной семье, потому что муж – бывший моряк Он занимается сейчас волейболом, футболом, плаванием Я сама тоже занимаюсь плаванием, но сейчас временной пока нет А сын ходит, занимается секцией тэквондо Потому что спорт – это энергия, это здоровье, это классное настроение Это здоровая нация Всем спортсменам желаю крепкого здоровья и спортивных классных достижений Все-таки для них это очень важно Особое внимание в адрес людей с ограниченными возможностями Для членов Электрогорского местного отделения Всероссийского общества инвалидов провели благотворительный забег Добрый день! Сегодня я представляю организацию «Благотворительный солнечный круг» Мы помогли устроить забег для взрослых инвалидов, для людей с ограниченными возможностями Чтобы подарить им эмоции, улыбки и любовь Ведь каждому так важна любовь, забота, надежда и вера в себя Поэтому сегодня, в День физкультурника, я желаю всем крепкого здоровья, любви и мира На спортивном празднике прошла спартакиада, в которой приняли участие пять команд Представителям каждой предстояло посоревноваться в волейболе, игре в городки, настольном теннисе и стритболе Участники с большим азартом и воодушевлением состязались во всех играх и эстафетах Наиболее интересным многие посчитали именно настольный теннис Соревнования по которому проходили в здании бывшего техникума Настольный теннис – это вообще очень хороший вид спорта Технический, самый сложный вид, один из сложных видов спорта Поэтому, как только начинаешь им заниматься, то тебя увлекает И эти все сложности пытаешься на любительском, но уже ближе к профессиональному уровню Попытаешься выявить Не всегда получается, но стараемся А теперь об итогах В волейболе победу одержала команда Эколаб Первенство в городках у Элемета В стритболе наиболее лучшим образом себя проявила команда Лесовик А лучшим игроком в настольном теннисе стал Александр Абасов Поздравляем всех с традиционным праздником здоровья, движения, силы и ловкости Желаем крепкого здоровья и активного образа жизни Здравствуйте! Можно за кабельное заплатить? Добрый день! Конечно, можно! Но еще проще это сделать в приложении Сбербанк Онлайн Для этого заходим в кабинет, выбираем счет, с которого будем проводить оплату В поиске пишем «Навигатор плюс», как показано на видео Выбираем «Кабельное ТВ» Далее нужно указать пятизначный номер лицевого счета Который можно найти в чеке квитанции на оплату или узнать по телефону 3-24-43 Вводим сумму платежа и нажимаем «Оплатить» Готово! Еженедельный объезд по городу провел глава Павлова-Посадского городского округа Денис Семенов Он начался с городского рынка, где компании РСО «Электрогорск» предстоит восстановить благоустройство После работ по замене сетей теплоснабжения Глава поручил оперативно привести территорию в порядок Здесь надо откачивать воду, убирать железобетонный бой, вытаскивать весь мусор, засыпать все песком, делать планировку и ровнять На площади Советской проводится благоустройство Завершены работы по снятию старого покрытия, брусчатки Впереди подготовка территории к укладке асфальта и установка бордюрного камня Будет обустроена парковочная зона и проведено озеленение Глава озвучил ключевые моменты, которые необходимо учесть Старый новый бульвар, территория возле физкультурно-здоровительного комплекса «Лидер» Следующие пункты проверки Уборка мусора, окост травы, замена лавок, покраска светофоров, приведение в порядок тротуаров и парковочных зон Замечания, которые необходимо устранить Светофоры желтые покрасить надо Тоже сделать, до дня города успеть Все замечания взяты на контроль и переданы в работу полномоченным лицам Лесные пожары – это опасная и грозная стихия Остановить и победить огонь – призвание сильных Летчики-наблюдатели, парашютисты-пожарные, десантники-пожарные, авиалесоохраны, Рослесхоза – надежный щит российского леса В минувшие выходные на улице Крыжановского прошел долгожданный праздник Который собрал не только жителей этого района, но и гостей города Во дворе возле домов 26, 27, 28 с самого утра царила атмосфера веселья и радости Дети с нетерпением ждали начала увлекательных игр, которые были организованы специально для них Разнообразные конкурсы и активности позволили маленьким участникам проявить свои таланты и завести новых друзей А взрослые в это время наслаждались прекрасной солнечной погодой и приятной компанией Нам очень понравилось, мы специально приехали В городе все организовано для детей, прекрасно Мы очень довольны, и дети довольны Так бы дома просидели, а так здесь участвовать, почаще бы таких праздников С приветственными словами к гостям праздника обратилась заместитель главы Павлова Посадского городского округа Нина Послушенко Уважаемые жители улицы Крыжановского, позвольте мне сегодня от имени главы Павлова Посадского городского округа Дениса Олеговича Семенова Поздравить вас с этим замечательным праздником, пожелать вам крепкого здоровья, мира и добра вашим семьям И, конечно же, отличного настроения с праздником вас На импровизированной летней сцене выступил коллектив Кузнецовского дома культуры Который подарил зрителям заряд положительных эмоций и хорошего настроения Музыка, танцы и яркие концертные номера заставили всех забыть о повседневных заботах и просто наслаждаться праздником Сегодня замечательный праздник, праздник улицы Крыжановского Проводит его Кузнецовский дом культуры Очень рады, что нас пригласили Поздравляем всех жителей, желаем здоровья, счастья, процветания улицы и мирного неба над головой На празднике улицы каждый смог почувствовать себя частью единого сообщества Благодаря дружеской атмосфере и хорошему настроению встреча на улице Крыжановского стала настоящим праздником семьи и друзей Самый лучший двор, самый чистый И у нас в подъездах все очень чистенько И озеленение кругом У нас вот Мария Александровна высадила цветы уже с какого года Ну я вот с 2000-го здесь живу Тоже с ядерного полигона У нас всегда все чисто и красиво Общаемся, помогаем друг другу обязательно Да, а как же Потому что мы знаем друг друга Жили всем по-латински Так что по первому зову, по первой кличке Мы бегом, помогаем все Дружно очень Жителям больше сближаться друг с другом И чтобы чистота была Чтобы было приятно самим жить, комфортно Но не только развлечениями был наполнен этот день Гостей ждал горячий чай и вкусные угощения Взрослые дети радовались вместе Делились впечатлениями и добрыми словами Я желаю всем жителям Корженовского Здоровья, любви и всего-всего самого лучшего Гости от души благодарили всех Кто был причастен к организации и проведению праздника Самый ценный результат таких мероприятий Сближение людей Рождение чувства солидарности и гордости за свою улицу В диагностическом центре АО «Эколлапс» 3 июля Будет вести прием врач-физиотерапевт Чуликова Анна Николаевна Вы сможете получить консультацию физиотерапевта И пройти физиотерапевтическое лечение следующих заболеваний Опорно-двигательного аппарата Остеохондроз, дарсопатия, последствия травм, переломов, ушибов Растяжение связок, артрит и артроз суставов Нервные системы, невралгии, невриты Легочные системы, бронхиальная астма, хронический бронхит, пневмонии Желудочно-кишечного тракта, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки Лорорганов, вазомоторный и аллергический ренит, отит, хронический танцелит и фаренгит, гайморит По всем вопросам обращаться по телефону 8-909-992-15-58 8-496-43-321-39 8-800-333-33-47 Добавочный 10-41 и 10-38 Творчество вновь объединило юных участников мастер-класса в Доме молодежи На этот раз тема была самая, что ни на есть волшебная Рисование мыльными пузырями В тихий летний день, когда солнце ласково светит, а ветерок играет с листьями Дети собираются в парке, чтобы насладиться простым, но удивительным волшебством Мыльными пузырями Каждый пузырь – это не просто капля мыла и воды Это целый мир, заключенный в прозрачной оболочке А как оказалось, можно не только наслаждаться красотой мыльных пузырей Но и использовать их в качестве материала для творчества Поскольку рисовать цветной мыльной пеной достаточно просто И техника не требует каких-то особых, в том числе и осторожных движений Применять ее можно с самого раннего возраста Главное, чтобы малыш уже умел выдувать воздух губами Можно рисовать отдельными пузырями и целой шапкой пены Следы от пузырей располагают либо в определенном порядке, либо накладывая друг на друга В любом случае рисунок получается интересный и необычный, с цветным сетчатым фоном Сегодня у нас необычный мастер-класс Сегодня мы рисуем не просто красками, мы рисуем с помощью мыльных пузырей Это настоящая такая летняя тематика Мыльные пузыри всегда у детей ассоциируются с летом, с теплом, с солнышком Эта техника позволяет нарисовать необычные картины Дети сами выбирают, что у них получится в процессе работы То есть, когда вы начинаете рисовать, вы можете даже не знать, что у вас в итоге получится То есть, такое творчество во время всего рисования получается Сам процесс рисования не только дарит положительные эмоции ребенку, но и приносит пользу здоровью Можно сказать, что это дыхательная гимнастика Детям приходится во время работы очень много выдувать мыльных пузырей То есть, это наши легкие развивают, то есть, это для здоровья полезно Но это интересно, весело, то есть, детям можно немножко похулиганить Дома, я думаю, не многим разрешат так испачкать стол и немножко одежду А здесь у нас можно все, поэтому дети с удовольствием хулиганят, рисуют У них получается необычная работа Рисунки мыльными пузырями отлично комбинируются с другими техниками рисования Для получения интересного сюжета При помощи карандашей, фломастеров, красок и кистей Прорисовывают дополнительные детали к уже готовому пенному рисунку Результат всегда оправдает ожидания И готовая картина, несомненно, будет радовать глаз В этом занятии мне показалось необычного, что мы рисовали пузырями Потому что я еще ни разу так не рисовала На своем рисунке я увидела букет цветов А я буду дальше посещать мастер-класс, потому что мне это нравится Мастер-класс погрузил ребят в мир волшебства Принес море радости и удовольствия Теперь они смогут фантазировать и дома Ведь для этой техники не нужно приобретать специальные материалы Мыло, вода и краски всегда есть под рукой Военнослужащие по контракту получают Региональные меры поддержки Статус ветерана боевых действий Освобождение от земельного налога Компенсацию оплат услуг ЖКХ Путевки в санаторий Отпуск два раза в год И другие льготы от государства Здесь непросто Но здесь все едины Здесь все ради общего дела Здесь все по-честному Служи по контракту Депутаты и активисты Павлово-Посадского отделения «Единой России» Собрали гуманитарный груз для жителей Курской области Эвакуированных из приграничных районов К пострадавшим от варварских атак неонацистов из ВСО Будут доставлены 10 бензиновых генераторов Груз был сформирован по инициативе главы округа Секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Лениса Семенова Сначала генераторы отвезут из Павловского посада в региональный пункт сбора в Реутов А затем они будут отправлены в Курскую область По просьбе регионального отделения партии «Единая Россия» прибрело 10 генераторов Мы сформировали вот этот груз Из Московской области в Курскую уже уехали 7 бригад скорой помощи и 22 врача Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор региона Андрей Воробьев А «Единая Россия» в Подмосковье продолжает сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области В первую очередь необходимы средства личной гигиены, продукты длительного хранения, сухпайки Местное отделение Павл-Пасадской партии «Единая Россия» всегда на страже, всегда готово помогать На базе нашего местного отделения находится один из пунктов сбора гуманитарной помощи Ежемесячно нашим бойцам отправляется гуманитарная помощь в зону СВО Но сегодня новые реалии трактуют как бы новую помощь Особой славы благодарности хочу сказать партийцам, сторонникам партии, нашей молодежи, молодогвардейцам Которые всегда готовы помочь, откликаются на любую помощь, погрузка, сбор Всем большое спасибо! Напомним, что на базе Павлова-Пасадского отделения партии «Единая Россия» продолжает работу Штаб по поддержке мобилизованных и добровольцев специальной военной операции Своих не бросаем Борис Захадер – один из самых известных и любимых детских писателей и поэтов России Деятель искусств родился 21 февраля 1918 года в Москве в семье еврейских эмигрантов С юных лет он проявлял интерес к литературе и искусству Захадер начал свою литературную карьеру в 1940-х годах, когда его стихи и рассказы начали публиковаться в различных детских журналах Его произведения быстро завоевали популярность благодаря яркому языку, оригинальным сюжетам и глубокой эмоциональной насыщенности Он умело сочетал элементы фольклора и сказки с современными темами Борис Захадер также известен своими переводами произведений зарубежных авторов Помимо литературы, Захадер активно работал в театре Он писал сценарии для спектаклей и детских постановок, а также создавал пьесы, которые ставились на сценах театров Борис Захадер был не только талантливым писателем, но и человеком с большим сердцем Он умел находить общий язык с детьми, понимал их мир и переживания Его творчество продолжает жить в сердцах многих поколений На старой липе во дворе большое оживление Повесил кто-то на заре такое объявление Открыта школа для птенцов, занятие с пяти часов Здесь можно даже летом учиться всем предметам И ровно в пять часов утра слетелась птичья детвора Воробушки, галчата, чижи, стрижи, щеглята Сороки, воронята, синицы и скворцы Щебечут и смеются, пищат, галдят, клюются Толкаются, дерутся Что сделаешь, птенцы? Но вот влетел учитель в класс и суматоха улеглась Сидит смирнее голубей на ветках молодежь Учитель старый воробей, его не проведешь Он справедлив, но очень строг Итак, друзья, начнем урок У нас по расписанию сейчас чистописание Воробушки и галочки сидят, выводят палочки Второй урок – родной язык Запомним, пишется чирик, а произносится чивик или чилик, кто как привык Теперь займемся чтением любимых детских книжек Читаем с выражением поэму «Чижик-пыжик» К доске пойдет, допустим, чиж Ну что же ты, дружок, молчишь? Чижик-пыжик, где ты был? А как дальше я забыл? Но тут звонок раздался Попрыгайте пока А кто проголодался, заморит червячка Теперь естествознание Запишем два задания Где собирают крошки и как спастись от кошки Отлично! В заключении сегодня будет пение Все даже желтороты поют с большой охотою Вот самый лучший ученик отдельно на картинке Он спел три раза чик-чирик почти что без запинки А вот на этой ветке проставлены отметки У всех пятерки! Молодцы! Летите по домам, птенцы! И о погоде в завершении выпуска Ближайшей ночью переменная облачность Небольшой дождь Температура воздуха плюс 11-13 градусов Давление немного ниже нормы Возможно, небольшие геомагнитные возмущения 13 августа во вторник В течение суток ожидается переменная облачность Сильный дождь Ночью плюс 11-13 градусов Днем плюс 18-20 Ветер северный, умеренный Возможно, слабая геомагнитная буря Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова